Бюджет на 2018 год принят. Таков главный итог внеочередного заседания Думы городского округа, которое состоялось 7 декабря. Депутаты большинством голосов поддержали проект главного финансового документа города, предложенный главой муниципального образования. Далее подробнее. Внеочередное заседание городской думы состоялось по инициативе главы городского округа Александра Баранова с тем, чтобы рассмотреть проект бюджета городского округа на 2018 год и последующий плановый период и заблаговременно принять главный финансовый документ города, определяющий основные направления социально-экономического развития территории. Депутаты с этим согласились, провели внеочередное. Раньше приняли бюджет для того, чтобы город сейчас уже мог назначать торги, аукционы по муниципальным контрактам на следующий год. То есть, чтобы не сложилась такая ситуация, которая у нас периодически складывается, да, в принципе, в последние годы, когда у нас муниципальный контракт на содержание города, да, то есть уборка мусора, снега и прочее заключалась в феврале, в конце. Вот чтобы этого не было, чтобы вот этот вот период бесконтрактный, скажем так, был как можно меньше, в связи с этим прошло внеочередное заседание городской думы депутаты приняли участие в полном составе. Все 20 человек. По главному вопросу повестки дня выступил с докладом начальник финансового управления городского округа Михаил Бревнов. Он познакомил депутатов с основными показателями доходной и расходной части бюджета на предстоящий финансовый период. То есть, общий объем доходов 816 миллионов 739 тысяч 261 рублей. Общий объем расходов 835 миллионов 925 тысяч 261 рублей. Дефицит бюджета 19 миллионов 86 тысяч рублей. Также данным решением определяются основные показатели бюджетные. Это объем муниципального долга, верхний предел муниципального долга. Также объемы доходов и расходов на плановый период. После непродолжительных премий депутаты перешли к голосованию. Судьба городского кошелька решилась довольно быстро. Большинством голосов народные избранники поддержали проект бюджета, предложенный администрацией. А заседание внеочередной думы прошло в спокойной, конструктивной обстановке. Благодаря тому, что предварительно все основные положения документа прошли обсуждение на профильной депутатской комиссии при участии большинства депутатов. После завершения внеочередного заседания думы городского округа, ее председатель Александр Штовб прокомментировал итоговые резолюции по бюджету. При этом он отметил, что решения, принятые сегодня депутатским корпусом, чрезвычайно важны для всех жителей города. Перенятие бюджета на следующий год, то есть 18-й, это действительно самый важный документ. Потому что согласно бюджету будет жить, естественно, город. И бюджет определяет, в общем-то, стратегию развития города. На что направлены основные инвестиционные деньги, которые предусмотрены в бюджете. Такое движение города у нас, естественно, будет. У нас бюджет составляет свыше 800 миллионов, но слишком много денег у нас, большая часть, подавляющая практически, у нас идет на содержание, на текущее. Это образование, больше половины бюджета. Затем это у нас идут функционирования всех муниципальных предприятий, содержание города, дорог и проведение мероприятий, запланированных, которые постоянно у нас ежегодно проводятся. На это уходит львиная часть бюджета. Инвестиционная составляющая, это обычно где-то в районе 100 миллионов, это то, что у нас остается на развитии. В настоящий момент основные моменты в городе у нас, и это предусматривает бюджет, это, естественно, окончание строительства физико-культурно-здоровительного комплекса с бассейном. Денег не так много, поэтому космодромы не планируем. Нам бы закончить наш любимый бассейн, давняя мечта наших горожан. Согласно этого бюджета деньги предусмотрены, нужно будет еще, депутаты сказали, найдем еще. В бюджете, естественно, поддержится эта инициатива, и мы планируем, что в следующем году строительство бассейна у нас будет закончено. Ну, это основной момент. Мы надеемся также, но это уже мимо бюджета, скажем, не наши деньги федеральные, мы надеемся, все-таки у нас закончится оборудование нашего больничного комплекса, и, в конце концов, у нас будут нормальные условия и с нормальным оборудованием функционировать наше ФМБА, МСЧС-100 имеется в виду. Ну, вот это вот основное, что предусмотрено. Ну, и также, естественно, оставшиеся деньги инвестиционные будут направлены на улучшение дорожной сети, на улучшение, на софинансирование программ по благоустройству дворов, подъездов, межквартальных проездов. Вот основные у нас деньги предусмотрены на развитие бюджета.